Белоруссия Согласно Конституции, действующей Конституции Белоруссии 1996 года, никаких ограничений по срокам президентства не существует. И на основании данной Конституции, действующий президент Белоруссии Лукашенко, он имеет право баллотироваться на президентский срок неограниченное количество раз. Акции протеста проходят во многих крупных городах страны, в Минске, Барановичах, Бресте, Витебске, Гродно, Желобне и других. Со стороны оппозиции протестующие требуют отставки Лукашенко, возврата Конституции 1994 года, а также признания выборов 2020 года недействительными. В свою очередь, правительство страны подключило к разгону митингов множество силовых структур – ОМОН, милицию, КГБ, МВД, вооруженные силы и другие подразделения. По последним официальным данным МВД, число задержанных во время шествия достигло 7 тысяч человек. Вот такая сложная ситуация возникла на данный период времени. Ну и вот самое, наверное, сложное для действующей власти Беларуси – это то, что действительно на улицы Беларуси вышли протестующие. Вот их количество точное установить, наверное, можно только будучи очевидцами этих событий. Вот, опять же, по данному полиции, по существованию западных информационных агентств погибших гораздо больше и арестованных тоже несколько десятков тысяч. Только митингами на улицах дело не закончилось. К протестующим присоединились многие промышленные предприятия, такие как Минский завод колесных тягачей, Белорусский автомобильный завод, Минский тракторный завод и другие. Одной из наиболее важных экономических фигур стал Беларусь с калий – крупнейший производитель удобрений в мире. Его сотрудники тоже присоединились к забастовке. По словам экспертов КФУ, остановка производства в стране может плохо сказаться на ситуации с экономикой в стране и в мире в целом. Экономика Беларуси достаточно сильно интегрирована с экономикой России. Белорусские предприятия потребляют продукцию, производимую российскими компаниями и, в свою очередь, поставляют очень много продукции, производимой там, на территорию России. Конечно же, приостановка деятельности белорусских предприятий – это довольно негативно отразится на России. За ситуацией Беларуси наблюдает весь мир. Многие европейские страны ближнего зарубежья, такие как Польша, Литва, Латвия, страны Прибалтики, Франция и Германия, все они согласились с тем, что выборы были неправильными и нужно провести повторное голосование. В свою очередь, президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на новый срок. Российская сторона склоняется к тому, что события Беларуси – это внутренняя проблема Беларуси. И граждане Беларуси, они имеют право сами определить, куда двигаться дальше их государство. То есть самое главное, против чего Россия категорически не выступает против, это против попытки иностранных государств, в первую очередь западных, вмешаться в события Беларуси и давить, так сказать, надействующую власть Беларуси на власть Лукашенко в определенном смысле. Да, но заставляется, словом, верить в отставку. Ситуацию в стране активно обсуждают в интернете. Множество граждан России поддерживают митинги. Выражают свою позицию пользователи в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях. Простым пользователям присоединяются и медийные личности. Так, например, популярный исполнитель Нойз МС выразил свое мнение, полностью поддержав протестующих. Я поддерживаю протестующих, потому что 26 лет – это очень долгий срок, и поведение главы Беларуси в этой ситуации не выдерживает никакой критики. Свою позицию также выразил шоумен и уроженец Беларуси Вадим Галлегин. В своем видеообращении он призывает остановить кровопролитие. Прежде всего, хотел бы обратиться к представителям силовых структур, как офицер, как человек, принимавший присягу. Пожалуйста, остановите кровопролитие, прекратите насилие над собственным народом. Однако, не все жители Беларуси выходят на митинги в поддержку оппозиции. Совсем недавно в Гомеле и Могилеве прошли акции в поддержку действующей власти нынешнего президента Лукашенко. Участники шествий прошлись по центральным улицам городов, держа в руках государственные флаги. Я боюсь, что здесь нас делают полигон для Пентагона. Мы этого не хотим. Я жила годы, когда у нас были пустые шкафы и пустые холодильники. Я не хочу вернуться в это время. Если оглядываться на прошлое, то схожая ситуация была на Украине в 2013 году. Митинги на Евромайдане переросли в гражданскую войну, одним из результатов которой стало присоединение Республики Крым к России. Однако, по словам экспертов КФУ, подобный сценарий с присоединением части Беларуси к России вряд ли возможен. Россия, во всех случаях, когда идет о присоединении каких-то территорий, состав России, она руководствует в первую очередь с нормами международного права. Этому должна предшествовать сложная процедура, проведение референдумов, голосования и так далее. На данный период никаких факторов о том, что принятие в какой-то части Беларуси это может произойти, на данный период нет. Пока что митинги не прекращаются и ситуация в стране остается прежней. По словам экспертов, ситуация может нормализоваться только если обе страны, как правительство, так и оппозиция пойдут на компромисс. Пока что неизвестно, сколько времени в стране будут продолжаться подобные события. Однако хочется верить, что в ближайшее время ситуация нормализуется и братский народ снова заживет в мире и согласии. Леев Диденко, Универ Ньюс.